Добрый вечер! В эфире Точка доступа. Программа о том, что связывает людей о дорогах, транспорте и путешествиях. В студии Оксана Холодова и сегодня в программе расскажем. Сколько сейчас стоит билет до Москвы? Какие расходы готовы компенсировать власти северянам? И чего теперь боятся благовещенские водители? Оставайтесь на первом балластном. Впереди много интересного. Из Благовещенского в Москву за 4,5 тысячи рублей. И это реально. Крупнейший авиаперевозчик России, дочерняя компания Аэрофлота, объявила о масштабном снижении цен на билеты. 4 235 рублей по такой цене амурчане теперь смогут приобрести билеты с декабря 2014 года по март 2015. Стоимость невозвратных билетов второго перевозчика Трансайра, летающего из областного центра Преамурия в столицу, начинается от 6 050 рублей. По мнению экспертов, дешевые билеты – это сезонное явление. По сниженному тарифу долететь до Москвы можно будет только в эконом-классе. В авиакомпаниях сразу же предупреждают, что количество таких мест ограничено. Дешевые билеты купить можно, но вылететь вовремя, как показывает практика, не всегда получается. С начала месяца в аэропорту Благовещенск участились случаи задержек как междугородних, так и международных рейсов. Почти на 14 часов 9 декабря был задержан авиарейс Благовещенск-Хабаровск. Как сообщили пассажирам, причиной стало опоздание самолета, вылетевшего из столицы ДФО. С нарушением графика почти на 9 часов 7 декабря из Игнатьева отправился рейс на Пхукет. Посадку откладывали несколько раз из-за неготовности борта к вылету. Днем ранее пассажиры рейса Благовещенск-Нячанг более 4 часов ожидали отправления самолета. Каждый год в южные районы Преамурья на постоянное место жительства переезжает более 400 пенсионеров из Якутии, Магадана, Тынды и других северных территорий. В скором времени пенсионный фонд сможет компенсировать им расходы по переезду. Причем оплачиваться будут транспортные и грузовые издержки, произведенные с 16 мая 2013 года. Изменения в законе вступят в силу в 2015 году, однако уже сейчас рекомендуют собирать и готовить документы, доказывающие факт переезда. Сегодня в Преамурье, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях проживают более 33 тысяч пенсионеров. Из них 20 тысяч неработающие граждане. Как раз им и полагается компенсация на расходы по переезду в любую южную точку России. Амурчане-северяне после выхода на пенсию предпочитают переезд в более теплые регионы. Чаще выбирают Белгородскую, Ростовскую области, Ставрополье и Краснодарский край. Часть из них остается в Преамурье, но для жизни выбирают южные районы. По закону, всем, кто отработал определенное время на Крайнем Севере, правительство помогает с приобретением квартиры. С будущего года решено оплачивать еще и сам переезд. Компенсируются его затраты на переезд. То есть вот он переехал, у него есть билеты на поезд, у него есть квитанции об оплате багажа. Он с этими документами приходит в территориальный орган пенсионного фонда, пишет заявление, прикладывает все документы. Северному мигранту вернуть деньги лишь за самый дешевый вариант переезда. Если уехать можно железнодорожным транспортом, то оплатят только плацкартные билеты. По купейным затраты возместят в том случае, если по данному направлению ходят исключительно фирменные поезда. Если же переезд возможен только самолетом, в расчеты возьмут цену эконом-класса. Плюс ко всему северяне могут рассчитывать на возмещение затрат по перевозке багажа. Правда, не более одной тонны на человека и пяти тонн на всю семью. И билетов на членов семьи. Мы будем рассматривать, кто в данный момент являлся членом его семьи. То есть это могут быть дети, которые учатся по очной форме обучения, либо дети могут инвалиды быть. Это супруга, если она не работающая на дату выезда. Это возможно, на иждивение пенсионера находились его братья, сестры. То есть все это будет на основании документов. Мы будем рассматривать и уже оплачивать и их переезд, если они в составе семьи пенсионера, и тоже в том числе. Чтобы возместили затраты, необходимо будет приложить багажные справки и билеты. Кстати, выдавать деньги будут не заранее, а уже по факту переезда по новому месту жительства. Вероника Федереева, Иван Сюмак, программа «Точка доступа». На путешествиях в поездах дальнего следования можно будет сэкономить. Компания РЖД открыла продажу билетов по спецтарифу. Предложение «Планируй заранее» действует с 12 января по 29 апреля и с 14 сентября по 23 декабря 2015 года. Скидка распространяется только на верхние места в купейных вагонах. И чем раньше пассажир купит билет, тем ниже будет его стоимость. При приобретении билета за месяц его цена будет меньше на 30%. Если же покупать его за 11 дней, скидка будет всего 5%. Тем, кто захочет приобрести билет заранее на нижние места в купе, наоборот, заплатить придется больше. Тариф не действует на организованные группы пассажиров, детей и на проезд в поездах, входящих в систему динамичное ценообразование. А вот сэкономить на поездке в общественном транспорте не получится. С 1 января 2015 года проезд в автобусе в Благовещенске вырастет на 2 рубля и составит 20 рублей. Напомним, с января подорожает и проезд в троллейбусе, но только на рубль. Во второй части программы расскажем, на каком перекрестке Благовещенска хотят сделать трехфазное регулирование и каких волн не стоит бояться. Новость для амурских автомобилистов. Камеры, реагирующие на выезд за стоп-линию. Информация об этом появилась в соцсетях Благовещенска. В интернете указаны адреса, на которых якобы расположены эти фиксаторы. Так, по предположению автора сообщения, новые камеры установлены на пересечении улиц Чайковского-Горького, Чайковского-Амурская, Театральная-Горького и Театральная-Амурская. Однако представитель госавтоинспекции отметил, что пока в Благовещенске есть система регистрации, которая фиксирует превышение скорости, непристегнутый ремень или невключенный ближний свет фар. Покупку же камер, реагирующих на выезд за стоп-линию, планируют, но только в следующем году. В Благовещенске может появиться еще один трехфазный светофор. Соответствующее предложение сегодня рассматривают в администрации города. Перевести на новый режим движения планируют участок на пересечении улиц 50-летия Октября и Красноармейской. По словам начальника управления ЖКХ Светланы Ким, этот перекресток выбран не случайно. Здесь находится автовокзал, несколько торговых центров, недалеко рынок. Все это притягивает большое количество людей и транспорта, в том числе и Междугороднего. В планах администрации запустить новую систему в январе 2015 года. Два года назад трехфазный светофор уже был установлен на пересечении 50-летия Октября и Амурской. Первый опыт показал, что благодаря этой системе на этом участке снизилось количество ДТП с участием пешеходов и увеличилась пропускная способность. И далее нашу программу продолжит рубрика интересных дорожно-транспортных новостей. Сегодня расскажем, где живут самые агрессивные водители и кто получит скидку на оплату штрафов ГИБДД. Обзор подготовила Елена Шеломенцева. Свои слова. Скидка не для всех. Автомобилисты смогут получить 50-процентную скидку при досрочной оплате штрафа. Но только за несерьезное нарушение правил дорожного движения. На злостных нарушителей эти нормы распространяться не будут. Итак, льгота не положена при управлении автомобилем в состоянии опьянения. За проезд на красный свет, движение по встречной полосе, вождение незарегистрированного транспортного средства. А также за причинение в результате ДТП вреда здоровью легкой и средней тяжести. В остальных случаях для получения скидки на дорожный штраф его необходимо будет оплатить не позднее 20 дней, вместо положенных по закону 60. Соответствующие поправки могут вступить в силу 1 января 2016. Самые агрессивные британские ученые-социологи опубликовали исследования поведенческих характеристик водителей из ряда стран мира. Самыми несдержанными и чаще всего допускающими агрессивное поведение названы британцы. Следом за Великобританией в своеобразном рейтинге дорожной агрессии идут Франция и Чехия. Причем от лидера опроса эти страны отстают не слишком значительно. Кроме того, в первую десятку вошли такие страны, как Германия, Индия, Бельгия, Италия, Соединенные Штаты, Австралия и Люксембург. Замыкает список Турция. Водители этой страны признаны самыми корректными и сдержанными. Участвовали ли в опросе российские водители, не уточняется. Угон века. Со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде угнали 9 элитных автомобилей, которые должны были быть задействованы в съемках. Среди угнанных машин 5 моделей Range Rover Sport, специально модифицированных для сиквела. Стоимость похищенных машин в сумме составила около миллиона долларов. Пока следов преступников не обнаружено, а съемки новой части шпионской саги о легендарном агенте 007 задерживаются. Информирует news.известие.com Смертельные гонки. Влаговещенский водитель, удиравший от погони, нарочно сбил полицейского. Инцидент произошел ночью 6 декабря. Как сообщает пресс-служба ОМВД России по Амурской области, сотрудники ППС преследовали иномарку, рулевой которой дважды нарушил правила. Пересек двойную сплошную и проехал на запрещающий сигнал светофора. Когда стражам порядка удалось преградить путь нарушителю, тот остановился. Однако, когда полицейский вышел из машины, он разогнался и сбил его. После чего скрылся с места происшествия. Теперь виновнику грозит 10 лет тюрьмы. Между Зеленым островом, это новый поселок вблизи села Волково и Благовещенском, пустят пассажирский автобус. Деньги на покупку транспортного средства выделила администрация Благовещенского района. Сейчас жители поселка, а это те граждане, которые в 2013 пострадали от паводка, до областного центра добираются рейсовым автобусом, который проходит по маршруту Благовещенск-Дроново с заездом в Грибское и Волково. Автобус совершает 4 рейса в день. Два из них, утренний и вечерний, теперь будут заходить и в поселок Подтопленцев и во Владимировку. Как раз на этих рейсах и будет работать новый комфортабельный автобус. Увеличить количество маршрутов администрация района пока не планирует, однако в случае необходимости пустят добавочные рейсы. Для предприятий, работающих в Преамуре, ужесточат правила по эксплуатации дорог общего пользования. Об этом на выездном совещании, которое прошло на Нижнебурейской ГЭС, сообщила первый вице-премьер правительства региона Вера Щербина. В том числе предприятиям будет предложено вносить добровольные пожертвования на содержание и ремонт дорожного полотна. Ранее правительство области предложило компании Бурея ГЭС-строй заключить соглашение по совместному содержанию дорог. Но гидростроители предложение отклонили. Хотя в Министерстве транспорта Амурской области приводят примеры удачного сотрудничества. Соглашение заключалось с компанией «Петропавловск». Добровольные пожертвования, которые шли в дорожный фонд, вносили компании, занимавшиеся прокладкой нефтепровода. В 2015 году на строящейся Нижнебурейской ГЭС начнутся основные работы. Но ни одной заявки с просьбой разрешить перевозку негабаритных и тяжелых грузов от строителей в Министерство транспорта пока не поступало. Перед этом нагрузки на сегодняшний день транспортных средств, которые вы используете, они достаточно серьезные. И наши дороги просто-напросто не выдерживают. В результате чего создается и социальная напряженность. Почему? Потому что мы по решению ГИБДД мы обязаны закрывать эти маршруты, по которым у нас ведется подвозь людей. И обеспечится автобусное сообщение с населенными пунктами, которые находятся как раз в зоне реализации вот этого НС-проекта. В Благовещенске в единственном подземном переходе в районе ВДНХ неизвестные повредили 8 светильников. Лампы расстреляли из пневматического оружия. Размер ущерба оценивается в 10 тысяч рублей. На эти деньги можно было бы оборудовать освещение дворов пяти многоквартирных домов. Светильники в переходе предприятие «Горсвет» уже восстановило, а заодно и направило в полицию заявление о порче имущества. Напомним, осветительные приборы в этом переходе страдали уже не раз. Бьют регулярно лампы и в подземном переходе в Белогорске. Операторы сотовой связи увеличивают количество своих базовых станций. Передающие антенны сегодня можно увидеть практически на всех высотных зданиях города, в том числе и жилых домах. Для многих такое соседство вызывает серьезные опасения. Не нанесет ли излучение от этих устройств вреда здоровью человека, узнавал наш корреспондент. Вот она, стандартная базовая станция. Аппаратная и фидерный тракт, отвечающий за передающие линии. А еще излучающие антенны. Как говорят специалисты компании «Мегафон», соседство с такими станциями совершенно безопасно для человека. Вся конструкция огорожена металлическим корпусом, а приборы, заземленные при любом повреждении, отключаются автоматически. К тому же все они прошли проверку. Их регулярно тестирует Роспотребнадзор и Роскомнадзор. Роскомнадзор. Насколько я знаю, что сам лично был, бывало, что и более 12 часов. И ничто не угрожало, ни здоровью, никаких головных болей, ничего. Максимальная мощность электромагнитного излучения от базовых станций, которая разрешена в России, 0,1 ватт на квадратный метр. В странах ЕС этот показатель в разы больше – 10 ватт на квадратный метр. Для сравнения, использование бытовых приборов, к примеру, всем привычной микроволновой печи, наносит гораздо больший вред. Ну, я могу сказать, вот как эксперт, что некоторые бытовые приборы, в частности, это микроволновые печи, они гораздо более опасны, чем любые объекты сотовой связи. Дело в том, что мощность микроволновки стандартной от киловатта до полутора киловатт. То есть фактически у вас на кухне дома маленькая радиотелевизионная станция. В городах чаще всего базовые станции сотовой связи устанавливают на крышах высоких зданий. Это является технологическим требованием построения системы сотовой связи. Чем их больше, тем качественнее и надежнее будет связь, которую предоставляет оператор. При этом излучение от устройств будет ниже. Сотовая связь сегодня – это не только разговоры по мобильному, это и интернет, и платежи через банкоматы, безналичный расчет и многое-многое другое. Современные технологии сегодня стали неотъемлемой частью жизни каждого человека. Юрий Камышный, Иван Сюмак, Роман Юдаков, программа «Точка доступа». Россиян могут обязать платить налог на интернет. С такой инициативой выступил генеральный директор Российского союза правообладателя Сергей Федотов. Он предложил платить за подключение к стационарному или мобильному интернету дополнительно около 300 рублей в год. Суммарный сбор по подсчетам Федотова должен был составить почти 900 миллионов долларов. Деньги планировалось делить между правообладателями. Но Госдума не одобрила введение нового налога. Депутаты посчитали, что такой сбор нарушит права законопослушных пользователей. Не поддержали инициативу Федотова и в Совете Федерации. Налог на интернет хотели ввести в октябре 2014 года в Венгрии. Жители этой страны отреагировали акциями протеста. Люди заявили, что это нарушает базовые права и свободы граждан. Что бы кто ни говорил о появлении мобильных телефонов и сотовой связи, наша жизнь стала проще и веселее. Даже друг, проживающий на другом конце земного шара, окажется на расстоянии вытянутой руки. Нашим прадедушкам и прабабушкам было сложнее, ведь единственным способом пообщаться с товарищем или возлюбленной были письма, которые тоже теперь хранят историю Благовещенска. Мой запоздалый привет вам, дорогая, по воспоминаниям Любовь Николаевна. Письмо получил, прочел несколько раз, погоревал, поругал себя и вас, и в то же время благодарен вам. Во всем не разобраться. Во многом вы правы, но уже далеко теперь до прошлого. Вот настало лето, и в свободное время уходят на развлечения, прогулки, поездки на пароходе. Был раза два за границей в Китае, посетил театр китайский, осмотрел все места в ближайшем городе Сахалине. Живу ничего, но в то же время и скучно. На днях приехал Владимир Франкович, устроил его вместе с собой. 31 мая 1911 год. И на этом все. Спасибо, что были с нами. Наша программа и в интернете, в социальных сетях Одноклассники и Фейсбук, а также на сайте Порт Амур в разделе ТВ-программы. Встретимся ровно через неделю. Хорошего предновогоднего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова